Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии. Марина Мышко. Главное к этому часу. Хичкок отдыхает. Жители Ачинска больше двух недель пугают тушки массово погибших голубей. Прибыл в порт приписки. В Краснояск пришел четырехпалубный красавец-теплоход Максим Горький. Символично и волнительно в краевом центре открыли памятник Дмитрию Хворостовскому. Дети под присмотром. За три года в Красноярске построят 19 новых детсадов для почти 5000 дошкалят. И начинаем выпуск с трагической информации. За прошедшие выходные в пожарах в Крае погибли трое детей. В Рыбинском районе после отравления угарным газом врачи не смогли спасти двоих детей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Еще один случай в Багучанском районе. Там дети самостоятельно пытались растопить печь, но случайно подожгли дом. Трое ребятишек вылезли из окон и не пострадали. Один с ожогами в больнице, а девочка погибла в огне. Страшная статистика говорит о том, что в этом году в пожарах в нашем регионе погибли 19 детей. Еще 11 получили серьезные травмы. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по краю. Как считают спасатели, основная причина таких трагедий – недостаточный контроль за печами и электрическими обогревателями со стороны взрослых. Вот такие примеры. Они говорят о том, что ни в коем случае детям нельзя доверять ни то, чтобы топилась печь в их присутствии без взрослых. Чтобы работали обогреватели, какие-то другие электрические приборы. И здесь просто-напросто надо постоянно контролировать. Еще один крупный пожар произошел в Красноярске в минувшее воскресенье. На улице Рокоссовского днем загорелся склад. Столб черного дыма был виден за несколько километров и заставил поволноваться красноярцев. Как выяснилось, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Горела крыша и перекрытие нежилого помещения, в котором находятся стройматериалы и оборудование. На месте тушения работали четыре пожарных расчета. Пострадавших нет. Улица Айчинска как декорация к фильму ужасов. Местных жителей пугают тушки погибших голубей. Они повсюду. На крышах домов и магазинов. Есть и на газонах, и во дворах. Об этом мы рассказывали две недели назад. Почему никто не убрал птицы? В чем причина их массовой гибели? В ситуации снова пыталась разобраться наша съемочная группа. Никто их не убирал. Как они были на крыше, так они. Кто их там? Александр Литвинов, сотрудник Айчинского торгово-экономического техникума, ежедневно проходит мимо зданий, чьи крыши до сих пор усыпаны тушами голубей. Между тем, прошло уже почти две недели после массовой гибели птиц. А картина до сих пор довольно жуткая. Мертвых пернатых собрали только с земли. Они вот сидят на козырьке, раз и падают. Специально под крышей собаки уже, видимо, поняли, что они падают. Они вот и караули с крышей, падают голуби. И они сразу хап и побежали куда-нибудь съедать. Это съемки 13 сентября. Жители Айчинска впервые наблюдают такую картину. Повсюду сотни мертвых голубей. Появилась версия – птиц отравили на местном зерноскладе. Там рассказали – специалисты действительно применяют химикаты против грызунов. Возможно, отраву съели и голуби. Общение даже с живыми голубями чревато своими последствиями. От аллергии вплоть до инфекционных заболеваний. А говорить об опасности, которая исходит от мертвых птицам, просто не приходится. Сегодня птицы больше не падают замертво. Но и старых не торопятся убирать. Один из дворов привокзального микрорайона усыпан голубиными перьями. А крыша пятиэтажки, как и несколькими днями ранее, напоминает поле боя. Тушки, падающие сверху, подбирают бездомные животные. На глазах бабы Гали разыгралась настоящая трагедия. Понесли на мусорку собачку, завернули. Бобика такой он красивенький, такой толстенький был. Мы все его любили. Он вздох и его на мусорку выкинули. Ну куда еще? Местные жители уверяют, это не единичный случай. И кошки, и коршуны, съевшие мертвых голубей, также погибли. Вероятно, это подтверждает версию с отравлением птиц. У сотрудников ветнодзора своя версия произошедшего. Были отобраны пробы. Инфекционного характера заболеваний не установлено. То есть, соответственно, никакой угрозы данный падеж голубей не несет. В части того, что где-то есть и есть, в соответствии с действующим законодательством, убирает у нас администрация, либо же коммунальные службы. Но не администрация Ачинская. Это, несмотря на обещания, не местные коммунальщики. Крыши от мертвых голубей так и не очистили. Еще бы, ведь ходить по ним людям не полагается. А эстетическая сторона, видимо, чиновников не волнует. Вероятно, горожанам придется ждать, когда на помощь придет сильный ветер, который просто сметет туши птиц на землю, где ими вновь полакомятся кошки и собаки. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. А в Минусинске другая напасть. Из-за подъема уровня местного болота там до сих пор подтоплены больше сотни подвалов. Учитывая скорое похолодание, проблема становится все более актуальной. Ведь просушить подполье в зиму уже, скорее всего, не получится. Сейчас в тонущем микрорайоне снова начали откачивать воду. На территории работает насосная станция в круглосуточном режиме. Воду сливают в водоем. Проблему затопления Минусинска грунтовыми водами уже обсуждали специалисты краевых министерств. Было принято решение о строительстве канализационного коллектора. Работы планируют начать до нового года. Администрация города еще в апреле заключила контракт с подрядчиком. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию. Самые низкие места – это улица Чернышевского, Алтайская и Енисейская улица. То есть в основном работаем в этом месте. На сегодняшний день откачка болота продолжается. То есть предприятие работает в штатном режиме. Уровень болота 13 сантиметров на сегодня на утро. По мере поступления заявок выезжаем, отрабатываем там, откачиваем на Сотниченко, включена насосная станция. Красноярцы недоволен новостью, что в краевом центре вновь планируют менять ограждения, которые отделяют тротуар от проезжей части. Горожане возмущаются, почему каждый год у нас устанавливают новые и новые заборы, однако мэрия вновь ищет подрядчика. Цена контракта – 19 миллионов рублей. И, судя по документации, изгородь поменяют практически на всех улицах города, в том числе на центральных. Появятся в столице края и новые заборы, например, на Николаевском проспекте. Несмотря на то, что там тротуары отделены от дороги солидным газоном, в ГИБДД потребовали установить дополнительные изгороди ради безопасности прохожих. Сами пешеходы ограждениями недовольны. Смысл их менять, я считаю, нецелесообразно. Они могут еще лет 10 просаять спокойно. Подкрашивают же, это же более-менее затратно, чем вообще менять это все. Я тоже думаю, что без них можно обойтись. А деньги тратят, как попало. Вместо этого, ну посадите вы кустики зеленые на этом же промежутке. Они там полметра от земли и будет вроде выглядеть лучше. И миллионы такие не надо тратить. В департаменте городского хозяйства успокаивают. На этот раз заменят только сломанные и проржавевшие части ограждений. Никакого массового демонтажа старых и монтажа новых конструкций не планируется. Кроме того, в эту сумму входит закупка новых шумозащитных экранов, которые на некоторых городских улицах тоже сильно устарели. Все работы планируется завершить до конца декабря. Уж не знаю, огорчу ли я или обрадую любителей интернетных сенсаций, но никакой работы по сносу всех ограждений, замененной на новые в городе, не планируется. Это обычный контракт, который предусматривает замену тех ограждений, которые сломались, которые были снесены в ходе ДТП, например. Там, где их вандалы повредили. То есть у нас ограждения есть и барьерные, есть возле пешеходных переходов. Соответственно, их периодически нужно содержать. Вот для этого этот контракт и нужен. Несколько десятков лиственниц пилили на правом берегу Красноярска. Деревья росли под высоковольтными проводами и могли стать причиной обрыва, рассказали красноярские энергетики. По их словам, все было сделано в рамках закона. Есть нормативы по расчетке безопасной зоны рядом с ЛЭП. Укоротить или пересадить лиственницы было нельзя. Они слишком взрослые и погибли бы от этих манипуляций. Правда, ретивость энергетиков не оценили ни в мэрии, ни краевые депутаты. Они направили запрос в прокуратуру. Ну а в местном филиале компании Россети Сибири говорят, что для них главное бесперебойная подача электричества. И в ближайшее время нас ждут еще вырубки деревьев, которые представляют опасность для проводов. Основные районы это у нас правый берег, линии, которые питают ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Эту работу надо проводить сейчас в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Когда это дерево упадет на линии и пол Красноярска останутся без напряжения, то, соответственно, никому не охота сидеть без электроэнергии. Кроме того, под снос попали несколько деревьев в центре Красноярска. На остановке Органный зал спилили взрослые клёны, причем сделали это якобы ради благоустройства. Эта территория станет частью пешеходной зоны исторического квартала на улице Горького. В мэрии обещают, что там высадят другие деревья и кустарники. Но пока этого не произошло, горожанам приходится любоваться разбитым участком тротуара. Новая достопримечательность на пристани Красноярска к нам пришел четырехпалубный Максим Горький. Экскурсия по нему в продолжении выпуска. Продолжаем выпуск. Сегодня утром в Красноярск прибыл теплоход Максим Горький. Это речное судно проделало огромный путь, чтобы добраться до краевого центра. Раньше Максим Горький катал туристов по Волге, а теперь будет совершать круизы по Ениси. Екатерина Павленко узнавала, когда в первое путешествие смогут отправиться красноярцы. Там уже минус четыре было и снег пошел. Сугробы у нас были на палубах. А тут мы пришли уже в Красноярское лето. Юрий Синцев, капитан теплохода, говорит, эту поездку по воде провел как во сне. Вместе с экипажем он преодолел более шести тысяч километров. Судно шло из Санкт-Петербурга целый месяц. Без оглядки с ветерком плыли по порогам Енисея. А вот ворота Балтики дались нелегко. До его подготовки к перегону ширина его составляла 14,8. Я просто уточняю, потому что сейчас он уже 14,1. Для того, чтобы пройти Беломоро-Балтийский канал, там очень шлюзов узкий, нам пришлось его обрезать до ширины 14,1. А длина его 110 метров составляет... От берега бывшей родины четырехпалубный красавец с панорамными окнами отправился в середине августа и вот теперь причалил в Красноярск на постоянное место жительства. Впервые Максим Горький вышел в навигацию в 1974 году. Речное судно построили в Австрии. Долгие годы лайнер служил на Волге, совершал круизы с иностранцами в Казань, Астрахань, Санкт-Петербург. Уже вскоре речное судно изменится до неузнаваемости. Его полностью переоборудуют и теплоход будет напоминать пятизвездочный отель. Посмотрите, какие шикарные здесь двух-трехместные номера. Также здесь будет отдельный ресторан и даже караоке-бар. Кстати, после переоснащения Максим Горький сможет вместить вместо 200 всего сотню пассажиров. Зато путешествие пройдет с полным комфортом. Специалисты уверены, такого корабля жители края еще не видели. Он превосходит легендарный Антон Чехов, который прослужил на нашей Великой Сибирской реке более 25 лет и, кстати, сменил Красноярскую пристань на Волжскую в 2003 году. Ну что, готовы? Два года назад по инициативе губернатора Александра Усо в крае начали активную работу по развитию туризма в нашем регионе. От перспективных направлений организация круизов по Енисею с Максимом Горьким все желающие, в том числе и зарубежные гости, смогут отправиться в длительное путешествие на север края. В свою очередь жителям Игарки Туруханско-Норильска будет что показать туристам. Мини-рынки с сибирской продукцией появятся прямо на пристанях. Это возможность того, что мы называем развитием в том числе и малой экономики. Развитие ремесел, развитие каких-то промыслов, культуры. Это старт и возобновление тех традиционных маршрутов, которые когда-то были с одной стороны визитной карточкой Красноярска, а с другой стороны они тут приносили жизнь на реку. Кстати, Максим Горький это только первая ласточка, которая отправится в первый круиз в мае 2020 года. В планах правительства края построить на средства регионального бюджета два новеньких круизных теплохода. Екатерина Павленко, Денис Тимошенко, Енисей Новости. До конца года в детских садах Красноярска появятся новые места. Это значит, что полторы тысячи малышей смогут пойти в дошкольные учреждения. Сейчас в городе достраиваются семь современных зданий. В каких районах они появятся? Есть ли в планах строительство садов в быстрорастущих микрорайонах? Узнавала наш корреспондент Диана Хатяшвили. Строительство детского сада в микрорайоне Белые Росы в самом разгаре. Идут последние приготовления к сдаче. Совсем скоро здание должно быть готово. Сейчас для будущих воспитанников, а их 190 ребятишек, выбирает посуду и игрушки. В ближайшее время ждут мебель. Садик трехэтажный, рассчитан на 8 групп. Есть и игровые помещения, просторные залы для занятий спортом и для занятий музыкой. А главное, говорят сотрудники, современная кухня. Сейчас монтировка цехов закончится и будем уже устанавливать оборудование. Планируем запустить 20-дневное меню. Очень разнообразное питание. Там и выпечка, и салаты, и очень-очень много супов. Очень вкусно будем кормить. А вот во дворе обустроят 8 площадок на каждую группу. Установят теневые навесы, игровые городки. Будут участки для прогулок и для спорта. Беговую дорожку с мягким покрытием уже постелили. В планах у педагогов в следующей весной заняться ландшафтным дизайном. Кроме того, здесь появится небольшой сквер. Сейчас завозят последнюю партию крупномерных деревьев. Кстати, за ними будут следить не только озеленители, но и воспитанники вместе с родителями. Например, чтобы дерево лучше росло, его нужно выровнить. В Красноярске одновременно достраиваются 7 детских садов. В новое учреждение пойдут маленькие жители микрорайона Пашины, Покровский, Солонцы-2, Слободы-Весны. Здания сделаны по всем современным стандартам. Установлены камеры, видеонаблюдения, лифты. Кроме того, учреждения отвечают требованиям доступной среды. Садики примут полторы тысячи дошколят. На начало 2012 года в наших дошкольных учреждениях было 34 тысячи воспитанника. То сегодня это 52 тысячи деток. И к концу 2021 года мы дойдем до цифры 57 тысяч детей. За несколько лет количество мест увеличилось на 70%. В период с 2012 по 2021 год в городе станет на 66 детских садов больше. Дошкольные учреждения строят в самых быстрорастущих микрорайонах Красноярска. Всего же по плану в течение трех лет возвести 19 таких зданий. А это почти 5000 новых мест для малышей. Диана Хатяшвили, Александр Ольхов, Енисей. Новости. В Богучанах начала работу новая районная больница. По сути, это целый медицинский городок, расположенный в лесной части села. Он состоит из нескольких зданий общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Там имеется взрослая и детская поликлиники, дневной и круглосуточный стационар, а также родильное отделение, операционный блок. Для больницы приобретено новое цифровое оборудование. И сейчас это одно из самых хорошо оснащенных учреждений здравоохранения в районах края. Теперь там можно проводить более сложные операции, в том числе оперативно диагностировать инсульты. В больнице появились возможности сейчас оказывать специализированную помощь на более высоком уровне пациентам с мозговым инсультом. Появился компьютерный томограф, который позволяет в первые минуты, часы установить, по сути, теологию инсульта, принять решение о специальном лечении. Здесь все светлое, все просторное, чистое. Но там у нас, конечно, было все очень ужасно. Ждали переезд, потому что он же затянулся. Ждали мы очень долго, ну лет пять точно ждали переезд. Но, наконец, дождались. Жалобы на холодные батареи теперь принимают в районных администрациях. Специалисты зафиксируют обращение и дальше уже сами будут с ним разбираться. Подробнее об этом не только в блоке коротких новостей. В районных администрациях Красноярска сегодня начнут принимать звонки с жалобами на проблемы с отоплением. Задавать свои вопросы можно будет в течение ближайших трех дней с 9 до 18 часов. А 25 сентября в среду с 5 до 7 у аппаратов будут дежурить сами руководители районных администраций. Узнать номера телефонов горячих линий можно на сайте мэрии Красноярска в разделе «Новости». 1 октября в день пожилого человека в заповеднике Столбы пройдет специальная акция. Два автобуса бесплатно будут ходить от стеллы на входе в заповедник до перевала, место, где находится туристический центр и откуда начинается лестница к подножию первого столба. В сторону скального массива автобусы будут отъезжать в 10 утра, 12 и 2 часа дня, обратно в 13, 15 и 17 часов. Служба по государственной охране объектов культурного наследия края начала внеплановую проверку в связи со сносом кирпичного забора Троицкого кладбища Красноярска. Напомню, в конце прошлой недели красноярские власти признались, что по ошибке за бюджетные деньги снесли историческое ограждение. Ему больше 100 лет и оно имеет большую ценность. Теперь специалисты сами зафиксируют все последствия произошедшего и будут выяснять, как вообще могла сложиться такая ситуация. Синоптики дали прогноз на последнюю неделю сентября. Кому повезет с погодой? Расскажем далее. В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому. Бронзовое извояние в полный рост установили в сквере Института искусств, который носит имя знаменитого красноярца. Прикоснуться к памяти великого земляка и близкого человека пришли члены семьи Хворостовского и почитатели его таланта. Подробности в материале Анастасия Тиль. Десятки людей не сводят глаз от бронзовой копии Дмитрия Хворостовского. В безмолвии замерли его родители. Они словно вновь увидели сына. Все таким же красивым, талантливым и живым. До мурашек по коже то, с какой нежностью мама оперного певца Людмила Петровна прикасается к холодному металлу. Похож невероятно. Памятник проработан до мельчайших деталей. Точно передает характер Хворостовского и, главное, особенность исполнения. Знаменитый на весь мир баритон навсегда замер в таком привычном для всех порыве. Кажется, еще мгновение и воздух наполнится его великолепным голосом. Все хотим, что одинаково. Позиция, лица, улипка. Похожие, но, конечно, еще движение, как будто он висит на стене. Вся композиция хорошо продумана. Даже этот мраморный скол не случайен. Это символ прерванной жизни Дмитрия Хворостовского. Стать создателем памятника хотели 11 скульпторов со всей страны. Лучший эскиз предложил мастер Владимир Усов. В процессе работы все детали он обсуждал с семьей Хворостовского. Особые слова благодарности скульптору Владимировичу Усову, который вложил сюда душу и свой талант. И воплотил в металле Дмитрия таким, как он был. Мощным, сильным в расцвете его сил. Знаменитый красноярец увековечен на нижнем ярусе сквера Института искусств, который носит имя исполнителя. Прикоснуться к легенде и возложить цветы сегодня пришли десятки людей. Поклонники Хворостовского, его друзья и педагоги. Те, кто помнит еще совсем юного Дмитрия и каждую его арию. Я Диму видела, когда он еще был студентом. Поэтому, конечно, его взлет и его творческий полет – это для всех, для нас очень значимо. И памятник такой красивый и такой действительно истинный. В порыве похож, безусловно. Еще одним символом памяти Дмитрию Хворостовскому станет международный фестиваль. Первые выступления мировых звезд оперы пройдут в день рождения легендарного красноярца 16 октября. Анастасия Тили, Максим Галат, Енисей Новости. И новость, которая огорчит всех. Бабье лето в Красноярском крае заканчивается. На регион надвигаются настоящие осенние холода. Сегодня самый теплый, даже можно сказать жаркий день на этой неделе. Температура воздуха в столице края составила 27 градусов. Уже завтра воздух едва прогреется до 20. В среду не более плюс 15, а в четверг ожидается стандартная сентябрьская погода. 10 градусов в днем и около двух ночью. Ночные заморозки ожидаются только на северо-востоке края. Там же ближе к концу недели прогнозируют мокрый снег. А вот дожди ожидаются на территории всего нашего региона с запада на восток. Порывы ветра при этом будут достигать 22 метров в секунду. Вот сейчас к нам приближается аж два холодных фронта. Они будут проходить нашу территорию. За ночь эти оба фронта пройдут в город Красноярск. Ну, соответственно, будут смещаться с запада на восток и значительно понизят температуру. В соответствии с прохождением этого фронта в городе, вот ночью мы ожидаем небольшой дождь, и завтра днем уже снова без осадков, и ветер прохождения фронта будет сопровождаться сильным ветром. И это все сообщения к этому часу. Всего вам самого доброго и до встречи.